Многие из вас скорее всего знают, что я являюсь лютым фанатом бурстового оружия в нашей любимой колдушке. Но для тех кто не знает, знаете друзья, я фанат, лютейший фанат данного типа оружия. Я люблю штурмовые винтовки с данным типом стрельбы, я люблю пупешки и иногда по фану беру данный тип оружия, чтобы погонять с ним в рейтинговых сражениях. Также хорошей новостью для меня стало то, что в девятом сезоне наступил новый ребаланс оружия и такую легендарную штурмовую винтовку как М16, которая одна из первых появилась в нашем колде в классе бурстовых орудий, у нас в новом сезоне бафнули. Сегодня у нас будет рубрика «Тестируем сборки киберспортсменов» и мы протестируем сборку именно на данный легендарный гад. Всем здарова друзья, вы на канале Лумумба Румумба, с вами как всегда Владос. Сегодня вас ждет обалденнейший видос, рекомендую приготовить что-нибудь повкуснее, взять свой любимый чаечек, ну а мы будем начинать. Ну а перед началом просмотра хотел бы вам порекомендовать магазин игровой валюты, который называется Лумумба Шоп. Друзья, это лично мой магазин, если вам нужна валюта по низкой цене с гарантией лично от меня, обращайтесь в Лумумба Шоп. Я все сделки провожу лично, то есть соответственно гарантия будет 100%. Если вам нужна валюта, если вам нужен премиальный боевой пропуск на аккаунте, где не работает магазин цепишки, обращайтесь в Лумумба Шоп. Если вам нужен готовый индийский аккаунт с донатом в два раза ниже, чем на глобальном, обращайтесь в Лумумба Шоп. Ссылочка на магазин будет в описании к этому видеоролику. Переходите, заказывайте, все сделаем в лучшем виде. Ну а сейчас переходим к самому видеоролику. Всем приятного просмотра. Тестировать сборку мы будем вот этого вот парня, которого вы сейчас лицезреете на своих экранчиках. Сейчас перейдем непосредственно к самим модулям и их подробненько разберем. А потом я с вами поделюсь своими впечатлениями о этой волыне, так как я ее уже протестировал. И хочу вам рассказать определенные интересные моменты, которые в этой сборке присутствуют. Собственно, вот и сама виновница сегодняшнего видеоролика. Первым модулем в этой волынке является модуль ствол. Давайте же посмотрим поближе, что было установлено. Был установлен легкий ствол МИП короткий, который нам дает плюс в АДСе, добавляет скорость перемещения и плюс добавляет немножечко скорость перемещения при прицеливании. Что здесь не характерно для данной волыны? То, что этот ствол рассчитан на работу при близких дистанциях, то есть на ближние сражения, на close fight. Пока все идет как бы не по плану и не по логике, но пока делать выводы рановато. Идем дальше. Второй модуль. Это модуль приклад, точнее отсутствие приклада, то есть поставлен на плашка без приклада, который опять же апает на МАДС, скорость перемещения и скорость перемещения при прицеливании. И опять же, не характерный модуль именно для данного типа оружия, лично на мой логический взгляд и я думаю на взгляд многих игроков нашей колдушечки. Идем дальше. Следующий модуль у нас модуль перк, а именно перк крепыш, который дает нам ускорение после возрождения. Я кстати очень редко обращал внимание именно на данный модуль, но скажу сразу, что этот модуль работает, если его правильно использовать. Переходим к следующему модулю. Это четвертый модуль, это дефолтная тема, тактический лазерный прицел УВЦ, опять же апается АДС и добавляется кучность стрельбы при прицеливании, который для бурстового оружия очень даже нужен. Это в принципе хорошее преимущество в этой валынке. Идем дальше. У нас финальный пятый модуль и здесь установлена задняя рукоятка, прорезиненное покрытие рукоятки, которое нам апает кучность стрельбы при прицеливании. Понятно для чего это ставится. Для того, чтобы улучшался такой показатель как ТТК, в общем это тоже штука нужная для этой валыны. В общем вот так вот выглядит полная картина сборки. Если мы берем бафы, которые были достигнуты с помощью установки данных модулей, то лицезрите на экран. Время прицеливания, скорость перемещения, скорость перемещения при прицеливании, кучность стрельбы и ускорение после возрождения с помощью перка крепыш. При этом мы минусуем в хлам просто вертикальную отдачу, что не характерно для этой пушки, опять повторяюсь. Добавляю немножечко рывка, это все на самом деле мелочи в плане рывка я имею ввиду. На первый взгляд может показаться, что сборка очень даже нестандартная и очень даже не подходит под эту валыну. Но скажу сразу, братва, выводы заранее делать о том, что эта пушка работать не будет с данными модулями делать не стоит. Я тоже ложно думал, что бурстовое оружие, если брать в категории штурмовых винтовок, не будет работать в клоус-файте, либо будет работать неэффективно. Данная пушка, ну минимум, рассчитана на средние дистанции, в идеале для дальних дистанций. Оно на самом деле так и есть. Но как оказалось, можно эту пушку использовать для клоус-файтов и это будет очень-очень эффективно. Вы можете это все проверить на себе лично на примере вот этой вот сборки. Что могу сказать в плане выводов? Данная валына очень хорошо себя показывает в плане скоростных характеристик. Персонаж с этой пушкой передвигается очень быстро. АДС лютейший, то есть в прицел заходит пушка моментальнейшим образом. И сбривает соперников тоже очень хорошо. Если брать ближнюю дистанцию, где-то в районе 5-7 метров, то можно даже, если попасть в верхнюю часть хитбокса, сбрить соперника с одного бурста. После того, как я понял, что клоус-файт для М16 это не закрытая тема, я подумал, что наверное да. М16 данной конфигурации предназначена только для клоус-файта и только в ближних дистанциях она будет работать. Как это бы странно не звучало, повторюсь еще раз. Но каково было мое удивление, когда я поиграл с ней не один десяток каток, я делал на этом ударение, чтобы понять, насколько она хороша. И когда я попристреливался, то понял, что эта пушка в априори очень даже универсальна. И хоть это не часто бывает, но я скажу, что эта сборочка мне очень зашла. И я эту сборку для себя возьму в основу, потому что она работает превосходно. А что касается универсальности, это будет только касаться тех игроков, у которых хороший АИ. Что это значит? Господа, если вы будете точно зажимать в район груди и головы и будете попадать первым и вторым бурстом, то за полтора бурста, делая ударение, за полтора бурста нарастание в 20-25 метров вы соперников сбривать будете очень быстро и очень эффективно. Как бы это парадоксально не звучало, но в данный момент баф помог М16 возродиться. Я реально кайфую от этой волыны, она мне нравится и она сейчас именно, в данный момент, вот даже с этой сборкой, не моей личной сборкой, а этой сборкой работает превосходно. Итог этого всего видеоролика, господа. Не стоит цураться, как говорится, данного вида оружия. Берите, кайфуйте, перестреливайтесь. И если вы поймете потенциал этой пушки, вы будете наслаждаться, играя с ней. Это все, что я хотел сказать по поводу сегодняшней волыны, сегодняшней сборки. Я был очень удивлен, она мне очень зашла и, хоть это редко бывает, повторюсь еще раз, но данная сборка киберспортсменов мне зашла на ура. Я ей ставлю 8 из 10. Друзья мои, обязательно данную сборку протестируйте на себе лично. Обязательно оставьте мне отзывы в комментариях, я очень буду ждать. Ну а я погнал творить контент, всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах и стримах. Пока, братва. Пока.